привет друзья тут вот новость пришла принесла сорока на своем хвосте новость о том что власти готовят новый проект как избавить страну от старых автомобилей которые реально очень много это большая проблема но вот давайте разберемся что же они такого предлагают министерство окружающей среды выступла с инициативой что непригодные для вторичной продажи автомобилей то есть которые вот как бы ну по идее его уже никто не хочет покупать это уже совсем какая-то рабла вот их можно отдать на утилизацию а взамен получаешь скидку то есть типа купон на приобретение нового автомобиля по главу по словам главы профильного отдела министерства окружающей среды для того чтобы сократить уровень загрязнения в случае одобрения этого нового законопроекта власти могут увеличить налог на более старые модели автомобилей то есть чтобы стимулировать людей обновлять свой автопарк и вот что говорит руководитель отдела политики управления отходами министерства сельского хозяйства светлана балакан что касается использования этих машин как пожелают их владельцы но с каждым годом налог на старые автомобили будет расти как это происходит и в европейских странах чем старше машина тем больше налог придется платить из-за загрязнения окружающей среды ну то есть идея какая значит вот у нас есть старые машины их очень много в стране машины которым 20 лет 25 значит не хотите их продавать вам они нравятся это память о вашем любимом прадедушки окей катайтесь на этой машине но ваш налог ежегодный будет расти каждый год вы будете за это платить все больше и больше здесь в какой-то момент вы посчитаете что эти деньги как бы память прадедушки не стоят таких денег и заходите избавиться от этой машины значит вы можете не просто выкинуть ее на мусорку а вы придете к автодилеру который продает какие-то любые машины он у вас берет эту машину и дает вам скидку на новый автомобиль как бы в общем если так смотреть идея классная офигенная идея потому что у нас просто засилие старых машин но как как всегда есть но и вот давайте эти некоторые этим но разберем начнет первое поменять можно будет только на новую машину потому что у автодилеров у них естественно новые машины новая машина стоит минимально самые какие-то простые варианты больше 10 тысяч евро 12 тысяч евро там 15 тысяч евро я говорю не каких-то там супермарках это обычные там дачи reno citroen и то есть как бы самые такие бюджетные автомобили вот у них цены на новые машины начинается 10 плюс то есть меньше 10 тысяч не бывает сейчас ничего сложно представить может быть какие-то ну совсем какие-то малолитражки там очень маленькие очень простые там с ручными стеклоподъемниками ну это это как бы это редко и маловероятно что будет на эти машины большой спрос то есть человек избавляется от машины которая она не стоит ничего фактически и предполагается что следующая его машина после этого будет сразу какая-то вот очень дорогая очень крутая машина потому что ну как бы другого варианта нет он он не может потратить эти деньги на что-то другое обычно так не бывает потому что ну обычно человек старается продать машину у меня так жизни у меня уже где-то 10 машине поменял каждый раз я продаю машину чуть-чуть добавляю покупаю машину чуть лучше то есть и так уже на протяжении больше 20 лет и иду от чуть попроще к чуть получше то есть ну а если бы мне в свое время как мою первую раблу которую я просто фактически можно сказать выкинул то есть я не мог купить тогда новую машину это было просто нереально поэтому тут конечно большой вопрос насколько вот этот момент продумали те кто предлагает этот закон вся эта система похожа на трейд-ин вот кто не знает что такое трейд-ин вы у вас есть машина какая-то нормальная машина вы хотите ее поменять на новую машину приходите к автодилеру не за допустим bmw к примеру mercedes неважно чего чего угодно toyota и говорить вот у меня машина я хочу поменять на новую машину они оценивают вашу машину в какую-то стоимость как правило это чуть дешевле рынка но бывает по-разному и вы уже как бы покупаете новую машину на самом деле эта система не очень развита потому что всегда человек пытается продать сам на рынке в надежде что он заработает на этом больше хотя как бы как правило не получается сильно больше заработать но тем не менее на трейд-ин то есть как бы вы сразу продаете ее и вам кажется что вы потеряли потому что условно говоря вы хотели продать машину допустим за 10 тысяч а дилер вам говорит я вам даю 9 тысяч но сразу нет я попробую за 10 вы в итоге продаете полгода и продаете за 9 500 то есть стоит ли эти полгода этих стараний я не знаю но как бы вот так на самом деле в молдове трейд-ин не очень работает при том что машины как правило предлагаются не такие уж и плохие то есть как бы ну это более менее обычно нормальные машины в этой же программе речь идет о том что автодилер должен его хотят обязать законодательно покупать хлам который его просто с ним я не представляю что они с ним дальше делать просто сдать на металлолом потому что ну как бы дилер от этого ничего выиграть не может ему эти машины просто не нужны но его заставят покупать что значит естественно дилер не станет работать себе в убыток это значит что он заложит в к в сцену каждой новой машины какую-то небольшую надбавку ну условно говоря там допустим прибавит 3 процента на карта все машины которые он продает и вот за счет этого он сможет выкупать вот этот весь авто мусор который потом будет просто мне не знаю прессовывать выкидывать не на что с ним дальше делать но как бы за счет всех кто покупает у него новые машины он сможет выкупать у людей вот всю эту старье есть еще один момент как вообще будет проходить оценка этих машин старых потому что я знаю что люди у которых машины которым по 30 лет они абсолютно уверены что это великолепные машины и что сколько 5000 она стоит я ее когда-то купил за эти деньги то есть очень сложно особенности до пенсионера убедите что это мусор не стоит уже ничего они уверены что это отличные машины что они стоят очень дорого и вот тут начнется проблема потому что я помню вот у меня случай этой страховой практики как бы не совсем то но где-то близко в конце 90-х я попал в аварию и в страховой компании у меня тогда на тот момент был автомобиль opel ему было четыре года если я не ошибаюсь то есть машина относительно свежая хорошая я прихожу страховую компанию а тогда действовало такое правило что они давали компенсацию за страховку исходя из оценки то есть условно говоря он должен допустим дать мне тысячу евро но он говорит ваша машина старая на столько-то процентов и вот отнимают эти проценты и стоимости машины мне оценили износ моей машины четырехлетней 92 процента то есть у нее осталось 8 процентов ликвидности вы представляете это ну соответственно мне дали от того что должны дать за ремонт 8 процентов только то есть если будет такая же ситуация то есть будут какие-то эти вот их эти схемы толмуда они будут сидеть и говорить и вот приезжает дедок на каком-то допустим допустим жигуль или какой-то там старенький opel и он надеется допустим получить за него тысячу евро они говорят дедок мы тебе дадим 50 евро ладно 80 мы щедрые сегодня сегодня у нас торжество щедрости держи 80 евро и иди покупай себе вот новый citroen за 15 тысяч евро как раз все как ты хотел ну конечно это будет большая проблема да понятно что дилер хочет возместить свои убытки он как бы считает ага так вот эту вот машину мы я сдам на металлолом и мне дадут за это там условно говорят две тысячи лей и когда он попытается за эти же деньги их и купить по цене веса по металлу но конечно людям это будет не нравится поэтому есть проблема то есть если говорить про вывод однозначно такие инициативы очень нужны это просто вот но реально город задыхается потому что из точки зрения экологии у нас это старье которое ездит по стране дымит вот это это просто жесть какая-то из точки зрения безопасности я когда вижу эти старые машины попадающие в аварии где они просто превращаются знаете в какой-то комок пластилина там у них нет нормальных ремней безопасности там в принципе отсутствуют подушки безопасности там вообще нет понятия о том что такое безопасность просто машина разваливается на куски при аварии то есть конечно это все страшно с этим надо бороться но насколько продумали наши вот те кто этот закон продвигать все вот те упомянутые мной нюансы которые в общем то могут достаточно быть болезненными для многих наших людей поэтому где вот соразмерить плюсы и минусы тут есть вопрос и кстати что там вообще с борьбой за экологию вот у нас же ездит по стране огромное количество дизельных машин с вырезанным катализатором то есть они не соответствуют никаким нормам даже относительно свежие машины они выделяют огромное количество свинца у нас рост онкологических заболеваний в том числе и по этой причине потому что машин становится с каждым годом просто на какие-то катастрофические объемы больше эти машины никакие не проходят экологические тесты то есть все кто проходит тех осмотра знает что никто не замеряет я даже не знаю они должны замерять по регламенту или не должны у меня лично никогда не замеряли выброс СО то есть в принципе никогда да у меня относительно свежие машины все последние там 10 лет машины все моложе пяти лет были но тем не менее они что же могут быть и у меня были дизельные машины но никто не проверял какой у них выброс я считаю это большая проблема кстати даже в россии как казалось бы страна которая очень далека от борьбы за экологию от эко норм у них сейчас на то обязательно стали жестко проверять выброс и оказалось что там почти у всех дизелей были вырезанные катализаторы и начали очень жестко за это штрафовать народ побежал искать катализатора а это дорогая штука ее просто так не найдешь выросли кражи катализаторов стали срезать друг у друга вставить там с одной машины на другую то есть ну это как бы другая история но в чем суть то есть если даже в странах которые в общем-то плевали всю жизнь на экологию озаботились этим вопросом то мы которые такие типа сильно про европейский у нас об этом почему-то никто не заборется я считаю что это тоже очень серьезный вопрос почему у нас нет евро норм почему за этим никто не следит почему мы дышим вот всем этим говном которая ездит по нашим улицам это очень важный вопрос вот я хотел это затронуть надеюсь что это будет услышано где-то в каких-то кабинетах ну а вам всего доброго подписывайтесь на канал ставьте лайк делитесь друзьями пока